всем привет меня в последнее время очень часто начали спрашивать о том как можно подключить двигатель обычный двигатель с двумя проводами но постоянного тока например вот такой маленький ну или побольше там dp9 или как там разная маркировка который работает от постоянного напряжения имеет всего два провода подключить для переворота лотков в инкубаторе либо этот же принцип это же точно схема используется допустим у нас в автомобилях в стеклоподъемниках или она используется в автоматических воротах это же схема используется у нас в автоматических шторках на окнах может использоваться в жалюзи поднимает открывает то есть принципе вот такая схемка она в общем-то очень известная и она очень очень простая для того чтобы ее осуществить нам нужно всего-навсего две кнопочки любых но в принципе кнопки рассчитываются зависимости какой ток у вас идет по цепи какой мощности двигатель если такой небольшой маленький двигатель вот такие моторчики стоят скажем в актуаторах от спутниковых тарелок потому что там усилия через редуктор передается его двигатель от шуруповерта в принципе достаточно даже вот такой небольшой кнопочки если у вас побольше двигатель ну берете кнопочку побольше но кнопочка у нас должна быть с нормально замкнутыми контактами то есть есть кнопка вот эта кнопка с нормально разомкнутыми контактами то есть вы нажали на нее контакты замкнулись а есть кнопочка с нормально замкнутыми контактами когда вы нажали контакты разомкнулись вот именно такие кнопочки нам и нужны а еще нам понадобится два обыкновенных диода например вот такой 1n4007 выпрямительный диод обыкновенный но этот на ток 1 ампер принципе диоды тоже подбираются зависимости от того какой двигатель вы используете если у вас небольшой маломощный двигатель значит и маломощные диоды подойдут если двигатель помощнее значит по току подбираете диод выпрямительный ну и давайте я вам сейчас расскажу как его очень легко и просто подключить используя всего вот такие вот детали для начала я вам расскажу что такое диод и как он работает потому что многие из вас могут это не знать дело в том что ток у нас по цепи идет от плюс от минусу давайте я нарисую вам диод допустим диод у нас вы рисуется на схеме вот так вот это у нас анод сюда подается плюс а это у нас катод он подключается к минусу и вот ток у нас идет именно вот так течет от плюса к минусу видите он выглядит у нас в виде как бы стрелочка такая получается треугольничек он и показывает какую сторону течет ток а в обратную сторону ток у нас течь через него не может но чтобы было еще более понятнее то сравнить это можно про вообще электрические провода можно сравнить с обычными водопроводными трубами а ток который течет по этим проводам можно сравнить с обыкновенной водой так вот представьте у нас есть труба и на ней стоит клапан обычный клапан эту в одну сторону клапан воду пускает а в другую сторону не пускает вот точно так же работает и диод в одну сторону ток воду он пропускает а в обратную сторону клапан перекрывается и он ее не пускает вот так работает наш диод вот на этом принципе и давайте построим такую очень простенькую схемку для управления нашим двигателем давайте нарисуем представим вот это у нас двигатель моторчик он у нас обозначается вот так кружочек с буковкой м значит у нас вот один вывод и второй вывод вот у нас два провода от него выходят вот сюда мы подключим провод от блока питания ну либо от батарейки сюда будем подавать поочередно либо плюс либо минус полярность будем менять а вот здесь начинается самое интересное нам нужно взять два две кнопочки но с нормально замкнутыми контактами они рисуются где-то вот таким образом давайте я поближе вам покажу вот это на рисунке обозначение кнопки с нормально замкнутым контактом то есть когда мы на нее нажмем контакт разойдется и цепь у нас прервется нам нужно две таких кнопки потому что но давайте я буду говорить все время пояснять на примере у лотков для инкубатора ну либо шторок ну для инкубатора потому что чаще спрашивают ну вы же народ у меня сообразительный поэтому и сами поймете что работает одинаково только тут у нас лоток будет нажимать крутится в случае со шторками шторки будут нажимать в одну сторону подъехала шторка нажала кнопочку в другую сторону так вот нам надо две кнопочки это у нас одна кнопочка вот давайте нарисуем еще одну кнопочку тоже нормально замкнутая и тоже у нас пошло либо к питанию и вот теперь смотрим когда мы дали сюда допустим сюда плюс сюда минус у нас двигатель заработал лотки пошли нажиматься и нажали скажем вот этот вот эту кнопочку она у нас разомкнулась все цепь прервалась и двигатель остановился но ведь нам надо запустить его еще и в обратную сторону поэтому если мы просто поменяем полярность ничего не произойдет мотор работать у нас не будет потому что цепь у нас разомкнута и вот для того чтобы оно заработало само без всяких дополнительных нажатий кнопок нам и понадобятся диоды поэтому мы берем еще два диода вот таких и подключаем параллельно каждой кнопки параллельно каждой кнопки мы подключаем по диоду вот таким образом один диод и точно также мы подключаем ой наоборот они должны быть навстречу друг другу вот так они должны быть я сейчас черным вот посмотрите что у нас получилось видите теперь вот смотрите у нас повернулась кнопочка нажалась и разомкнула цепь что у нас получается если у нас плюс вернее тут был минус когда лотки двигаются в эту сторону у нас здесь должен быть минус а здесь должен быть плюс и вот что получается цепь замкнута была выключателями кнопочками у нас мотор работает 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 бах нажал на вот эту кнопочку и разорвал ее а мы знаем что ток у нас идет от плюса к минусу то есть вот так по цепи ну здесь у нас минус здесь у нас плюс и он у нас идет только в эту сторону а в обратную сторону он у нас не идет так он устроен постоянный ток так вот у нас цепь разомкнулась а вот тут стоит диод а диод как раз ну по цепи мы идем ту через микро выключатель через кнопочку тут у нас разомкнута значит ток может идти только сюда и дальше его не идет потому что диод клапан стоит и не пускает в эту сторону все значит моторчик у нас остановился и больше не крутится теперь мы берем и меняем полярность теперь у нас здесь плюс а здесь минус и у нас ток потек 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 здесь разомкнута но он пошел через вот этот диод он его пропустит и дальше через выключатель он пошел и мотор начнет крутиться в обратную сторону пока не нажмет вот эту кнопочку кнопочка разорвалась и моторчик у нас остановился и будет стоять и нас выключенным до тех пор пока мы опять не поменяем полярность местами вот такая вот простейшая схемка буквально вот из четырех деталюшек ну давайте я вам сейчас показываю ее нарисованная более красиво ну и давайте я вам теперь это чтобы закрепить наши знания покажу более наглядно я возьму вот этот двигатель и давайте я действительно продемонстрирую как она у нас работает я собрал вот такую схемку вот смотрите вот наш мотор вот он нарисован вот наши концевики микрички ну кнопочки вот какие у меня были маленькие под рукой те и взял но если у вас побольше двигатель вы их возьмете побольше главное условие чтобы они были без фиксации вот вы нажали она нажалась палец отпустили и она отпустилась потому что есть кнопки с фиксацией они нам не подходят нам обычные обычные кнопочки без фиксации вот у нас вот эта цепь вот у нас две кнопочки и вот у нас два диода ну кто прекрасно читает схемы не удивляйтесь что я так подробно объясняю потому что меня спрашивают люди которые с электроникой но не очень дружный и для которых схемы вот такие темный лес поэтому ей стараюсь подробно все это объяснить так вот дело в том что на камеру вы вряд ли увидите какую сторону будет крутиться у нас двигателя поэтому я параллельно от моторчику припаял светодиод но светодиод этот непростой светодиод у нас имеет два вывода но он двухцветный при смене полярности он будет гореть либо красным либо зеленым и вот мы и по цвету либо красный либо зеленый и будем видеть что двигатель у нас крутится либо в одну сторону либо в другую сторону так сейчас я это все расположу более так это чтобы было видно на камеру получше так так мне будет нажимать удобно хорошо и подключу сейчас я все это расположу чтоб не терять ваше время и уже включу ну вот я быстренько так на столе слепил что-то типа проверочного стенда подключил к терморегулятору через релюшки но подключил точно так же как видео где я подключал актуатор ссылочку вот здесь вот вы можете видеть сейчас вот если кто не видел этот ролик кликните по ссылочке и посмотрите также эта ссылочка будет в описании под этим видео поэтому я не буду подробно рассказывать как я подключал релюшки но опять релюшки нам нужны только когда мы говорим о терморегуляторе и инкубаторе если говорить о шторках то понятно что никаких ролик там нет они там и не нужны но об этом если подробнее то спрашивайте в комментариях сейчас я говорю об инкубаторах потому что об этом меня спрашивают чаще всего так запитывать наш двигатель я буду вот от такого powerbank я его включу 5 вольт будет достаточно вот вот он у нас закрутился и горит зеленый светодиод показывает что он вращается у нас в одну сторону там сейчас по часовой стрелке он вращается и вот лотки у нас поворачиваются 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 и нажимают не успел ладно вот красный видите он загорелся в другую сторону и лотки у нас пошли поворачиваться 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 пока не нажали вот на кнопочку нажали все двигатель остановился вот я кнопку то есть он в таком состоянии у нас будет находиться до тех пор пока не поменяется полярность поменяется автоматически сейчас терморегулятор вот загорится вот здесь вот последний вот этот желтый светодиод и он у нас должен будет закрутиться в обратную сторону вот ждем время я установил одну минуту для того чтобы долго не ждать и вообще время можно установить тут и 9 часов без проблем вот она крутится 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 и нажимается кнопочка все и двигатель остановился у нас и вот он будет у нас в этом положении выключена до тех пор пока у нас полярность не поменяется когда поменяется полярность полярность поменяет прибор у нас терморегулятор при этом вот желтый светодиод этот погаснет вот давайте подождем я время установил одну минуту для того чтобы долго не ждать вот видите полярность поменялась и он сам заработал в другую сторону кнопочка у нас естественно отпустилась потому что лотки у нас начали крутиться в другую сторону поворачиваться и вот они поворачиваются поворачиваются и нажимаем вот эту кнопочку все двигатель остановился и теперь когда полярность у нас опять сменится он опять автоматически сам заработает вот сейчас мы это с вами увидим я даже могу приблизить вот видите закончилось место на флешке поэтому много чего наговорил половина не вошло но в принципе я все сказал единственное на чем еще хотелось бы остановить внимание что вот под эти такие кнопочки ну нет какие вы будете ставить чтобы на них не сам лоток нажимал потому что но кнопки не вечные рано или поздно они все равно сломаются у нас поэтому если она сломается и двигатель не остановится и будет достаточно мощный то он просто может их раздавить поэтому чтобы этого не было но во первых значит нажимать на кнопку нужно не лотком а через какую-то гибкую пластину вот так то есть вот лоток идет идет раз нажал через пластинку случае чего он пойдет дальше и пластинка это у нас согнется то есть вот это у меня в руках жесткая пластина она не она какой-то мягенькую там тоненькую там жестяночку и она согнется и все это первое второе значит привод двигателя к лоткам обязательно но если вы не используете конечно актуатор мы про двигатели говорим самодельные значит привод нужно делать через какую-то муфту то есть когда лоткам нашим ничего не мешает они поворачиваются вместе с мотором если уперлись скажем не сработал да уперлся в ограничитель то будет проскакивать ну вот муфточка будет проскакивать я думаю понятно объяснил ну а если вы будете использовать двигатель от шуруповерта то в принципе он с редуктором уже тут можно выставить поставить редуктор того минимальное положение и он у нас будет вот так проскакивать тоже очень здорово причем такие двигатели от шуруповертов сейчас можно найти очень даже совсем недорого потому что аккумуляторные батареи у нас выходят из строя и очень часто проще купить новый шуруповерт вместе с аккумуляторной батареей чем отдельно аккумулятор на него поэтому найти там старый бушный шуруповерт с нормальным двигателем с редуктором очень даже недорого и в принципе очень даже просто вот то в принципе и новый шуруповерт стоит даже дешевле чем тут же недорого не знаю я свой покупал это очень дешево 250 гривен я за него отдавал что ли что такое ну в принципе это не дорого ну в общем то вот и все видите схема простейшая схемка элементарная всего 4 детали и отлично работает ну вот и все на этом я с прощаюсь пока пока ставим лайки дизлайки подписываемся на канал всем удачи